Беседа с Батюшкой Вопросы, которые Вы писали здесь на моем канале. Здравствуйте, отец Кирилл, спасибо большое, что нашли для нас время. Здравствуйте, приятно снова находиться с Вами, спасибо большое за Ваши вопросы. Как бы со временем, несмотря на какие-то проблемы, все равно, конечно, его находишь, выкраиваешь, потому что действительно очень важно и ценно, потому что все равно хочется быть полезным и хорошо, что есть вопросы. Спасибо большое. Итак, приступим к вопросам. Подписчица пишет. Евгения, в прошлый раз Вы и Батюшка были очень внимательны к моему вопросу, поэтому, если будет возможность, прошу прокомментировать еще одну мою ситуацию. Я практически не посещала храмы раньше. Теперь хочу делать это чаще. Живу в Екатеринбурге. С чего можно начать? Можете ли Вы порекомендовать храмы, монастыри, куда можно съездить, но не слишком шумные, без огромного количества людей? Заранее благодарна. Я думаю, этот вопрос будет как раз к отцу Кириллу, потому что мы все из Свердловской области с Вами. Я очень рада, что Вы на моем канале. По поводу храма в городе Екатеринбурге. Ну, вообще, вот сам храм, именно как здание, можно на разных уровнях, мне кажется, к этому относиться. Это, конечно, какой-то идеальный такой уровень, до которого понятно, что, наверное, немногие даже из нас до этого дошли. Но вообще, в идеале, храм – это то место, где человек может, как сказать, найти Бога. Чтобы какая-то встреча где-то там в глубине тебя могла произойти. И в этом смысле, в любом существующем, действительном храме, который не где-то в Ересе и в Расколе, это возможно. Но для этого, конечно, кому-то нужны определенные условия. Чтобы было людей больше или, наоборот, людей меньше. Чтобы было красиво в этом стиле или в этом стиле. То есть, какая-то такая эмоция, которая может нас подтолкнуть вот к этой цели. А цель, она все равно какая-то очень высокая, подразумевает, в первую очередь, внутренний труд. И, ну, любовь, да, к тем людям, с которыми ты находишься. Поэтому, да, я, насколько понял, вопрос все-таки больше об эмоции, да, что где было бы хорошо. Ну, видите, как говорится, на вкус, на цвет товарищей нет. И кому-то нравятся храмы с историей. С историей, в смысле, старинные. Кому-то нравятся храмы на тех местах, на каких-то памятных, как, например, храм на Крови Ганина Яма. Кому-то нравятся храмы, где мало людей. Ну, это тогда какие-то спальные районы, какие-то маленькие совсем места. Кому-то нравится быть именно на богослужении. Кому-то нравится просто зайти, просто вот когда никого нет. Вот, поэтому я, к своему мнению, конечно, скажу. Ну, так, на самом деле, все храмы, они замечательные. Все отличаются. И, как бы, на любой вкус можно, в общем-то, найти, конечно. Вот. И если это просто имеется в виду про посещение, про посещение именно, да, чтобы было людей меньше. Ну, на самом деле, прямо очень много людей. Это только какие-то такие туристические объекты, как храм на Крови, может быть, Гайна Яма на Ватихинском монастыре. Вот, во всех остальных храмах, кроме воскресенья утра и каких-то больших праздников, вот, во время службы, ну, народу не так уж прямо много, да, что там уж как повезет. То есть, и даже центральный храм можно зайти, что там людей мало. Вот, конечно, чем дальше они от центра, тем меньше какой-то район. Вот, ну, вот мой храм детства, это храм целителя Пантелеймона на Сибирском тракте в 8-м километре, улица Учевая, 35. Вот, ну, там, да, там рядышком очень мало домов, и обычно туда приезжают люди на машинах, вот, либо на богослужение, либо в школу там детей отдать и так далее. А в буднее время, как бы, да, дневное, там много шансов, да, если опять-таки нет отпевания. То есть, вот этих если просто очень много, да, ну, да, шансов много, что там никого не окажется. Вот, то есть, ну, тема уединения, да, она, конечно, в идеале, чего желаем и вам, и всем нам, что она в идеале не должна зависеть от людей, а наоборот, это какая-то такая, что ли, может стать помощью. Ну, то есть, наверное, что хотелось бы еще сказать, что люди, вместе с которыми ты стоишь и молишься, это уже, наверное, больше говорить о богослужении, не просто о посещении. Ну, это тоже очень такой важный момент, и, может быть, даже я бы советовал именно по этому фактору выбирать себе храм. Потому что если ты действительно хочешь быть в общине, действительно хочешь найти каких-то единомышленников, братьев, сестер, тех людей, кому хочется помогать, кого хочется слушать, с кем хочется делиться, вот, и которые отзывчивые тебе тоже это могут, да, как-то, какую-то помощь оказать. Вот, ну, да, достаточно такое-такое чутье на них взглянуть, посмотреть на этих людей. Вот, ну, потому что смысл вообще храма, на самом деле, ну, помимо, вот, да, таинственной части, какого-то особого места, вот, очень тоже важный смысл это место, где люди могут объединиться, вот, все вместе собраться, все вместе что-то решить, о чем-то помолиться. И вот именно кто эти все вместе, ну, это очень важно. Это зависит, может быть, отчасти от священника, вот, и от тех людей, которые собрались. Но, опять-таки, люди, они все, все разные, и везде, как бы, есть разные люди. Но это, на самом деле, то, что, наоборот, помогает, помогает нам научиться людей любить, несмотря на их качество. Вот, поэтому тут много таких нюансов, вот. Если знать, как бы, точнее, какой-то там ваш район, в котором вы живете, вот, можно, наверное, что-то и подсказать. Ну, понятно, что это просто выбирать не центральный и не туристический храм. Там, как бы, днем почти всегда народу мало очень, да, что просто зайти и побыть одному. Это реально. Спасибо. Спасибо большое, батюшка. Следующий вопрос звучит так. Здравствуйте. Вопрос. Зачем испытания в жизни? Ну, испытания, если очень коротко, то испытания, они нужны человеку для закалки. Если человеку все хорошо, если ему комфортно, если он ни в чем не нуждается, есть вода, еда, там, одежда и так далее, то он начинает, как бы, немножко тонуть, тонуть, вот, как сказать, как бы, успокаивается внутренне, вот, и, как бы, так просто взять себе заставить что-то делать уже сложнее. А когда есть какое-то испытание, какая-то проблема, то ты ради того, чтобы эту проблему решить, что-то делаешь, реально трудишься, реально с тебя как-то превозмогаешь, реально борешься. Вот. Поэтому, в принципе, я знаю таких людей, которые, ну, у них не так много в жизни испытаний, вот, ну, потому что у них есть очень высокая степень именно духовной самодисциплины. То есть они понимают, что это, зачем, ради чего, не просто, чтобы от каких-то, там, бед избавиться, а чтобы, вот, к какому-то тишине прийти. И, а что цель, там, высокая, огромная, да, это святость, это милосердие, это любовь ко всем, и, чтобы, вот, ее достигнуть, это, вот, прямо столько трудов. И он целенаправленно ставит себе задачи, вот, каждый день я делаю это, каждую неделю делаю это, вот, значит, добрые дела, здесь, значит, какое-то чтение. Вот, как-то ты постоянно думаешь об этом, какие-то планы строишь, и тогда, как бы, испытаний этих меньше бывает. Когда человек, он в крещении, все равно же мы дали обещание, да, что мы будем к этой цели стремиться. Когда человек, он, ну, немножко расслабляется, к этой цели не стремится, ну, вот, как Бог, как Отец, по сути, ну, дает какую-то такую ситуацию, в которой ты бы мог сам, вот, благодаря этой ситуации, до чего-то дойти, до каких-то мыслей, вот, какой-то навык приобрести, какой-то важный, именно духовный, там, терпение, не знаю, там, или смирение, там, или послушание, там, или еще, там, что-то, или какая-то безгневие, кротость, неносердие и много-много другого. Вот поэтому эти испытания нужны, как закалка, как железо, да, закаляется в печи, потом становится, который не согнуть, не сломать. В принципе, человек, если он правильно к этим испытаниям относится, то тоже может стать таким стержнем настоящим, духовным. Вот. Тут, как бы, еще, может быть, еще один нюанс отметить, что иногда мы за испытания считаем, ну, просто какое-то обстоятельство, которое в жизни произошло. Вот. То есть мы были уверены, что должно произойти так, и это очень хотели, оно произошло наоборот. Вот. И вот мы из этого, бывает, расстраиваемся, расстраиваемся, потому что, ну, вот, чисто наши эмоции, чисто наш разум подсказывает, что вот так вот лучше. Но может пройти там сколько-то месяцев, лет, и мы поймем, что, если посмотрим оттуда на эту ситуацию, поймем, что все-таки, если бы случилось так, как мы хотели, все бы сложилось не так, и, как бы, пришло бы совсем к другим результатам. И что вот это, оно было, как бы, сложнее нам перенести, но это было для нас полезнее. Вот. Поэтому, по сути, тут такое какое-то доверие, что любого, как отцу, стараемся иметь, да, что если даже что-то не по-нашему происходит, значит, это зачем-то. Вот. Для того, чтобы, может быть, мы не готовы к каким-то вещам. Иногда, да, люди просят, чтобы свою половинку встретить, и не встречают. Вот. Уже расстраиваются. А потом они понимают, да, что в этот момент, если бы я встретил, я бы был не готов, и вот допустил же те же самые ошибки, которые у меня там до этого были, и не получилось бы ни семья, она бы разрушилась. А, грубо говоря, целый год человек собой занимался, становился лучше, там, милосерднее. Вот. В людях старался что-то замечать, потом женился, и потом уже он по-другому относится к этому человеку, которого встретит. Вот. Поэтому, да, как есть поговорка, что все бывает вовремя для тех, кто умеет ждать, да, и, ну, да, вот эти испытания. Да, это, конечно, тяжело, даже бывает больно. Вот. Ну, да, почему-то вот именно сейчас они нам нужны, вот, чтобы к чему-то прийти. А, ну, и последняя мысль по этой теме, что иногда мы считаем испытанием какие-то естественные вещи. Ну, вот, например, когда там умирала, например, бабушка старенькая. Если мы ее очень сильно любили, иногда это реально испытание, и мы реально задаемся вопросом, за что, зачем, почему. Или не такая старенькая, то же самое. Вот. Или что-то там, какая-то произошла там, пожар, или еще что-то такое. Вот. Ну, тут просто какие-то вещи естественные. То есть ты до смерти никуда не уйдешь, и все равно рано или поздно это должно было произойти. Происходит одно, потому что тот человек, он был вот именно сейчас больше всего готов. Вот. А мы можем воспринимать это как испытание. Хотя жизнь идет своим чередом. Вот. Из-за зла, который существует в мире, все равно мы стареем, и умираем, и клеем, и так далее. Вот. Поэтому тут, да, мне кажется, самая важная тема все-таки понять, что это за испытание. Либо это что-то естественное, либо это что-то для нашей пользы. Либо просто это нам было не полезно, либо, да, какой смысл, какой урок из этого все можем извлечь. И будет понятно именно нам, именно сейчас, для чего она дана. И следующий вопрос. Очень жду ответа специалиста, так как первоначально я не знала о существовании психопатии, расстройства личности. И думала, что в моего ребенка вселился бес. Потом думала, переходный возраст. Но не до такой степени, что летают холодильники. Психологи ничего не объяснили. Психиатры вообще согласие опросили. Пока я не стала убегать из дома в сорочке в мороз. Странный переходный возраст, думала я. Потом диагноз психопатия. А сейчас я вижу, что личности нет или их несколько. Что это с духовной точки зрения? Здесь, во-первых, конечно, нужен специалист. Специалист, который именно в психиатрии очень-очень хорошо разбирается. А желательно, чтобы он еще разбирался в каких-то духовных вещах. Но в этом смысле могу двух людей точно порекомендовать, у которых есть много записей в интернет-пространстве, видеоинтервью с ними. Я думаю, вы подобные вопросы найдете. И, может быть, благодаря этому труду какую-то информацию важную из себя получите. Это священник Григорий Григорьев и священник Александр Гаврилов. То есть это те люди, которые по своему образованию психиатры. И плюс к этому священники. И вот они, у них это как-то в голове действительно очень четко прослеживается. Потому что обычный психиатр или обычный священник, он действительно эту грань может где-то ошибиться. Все-таки это духовное явление или это все-таки психическая болезнь. Этих людей советую. Ну и плюс, конечно, помимо того, что я специалист, все-таки важно знать подробнее ситуацию. Потому что человек все равно формируется постепенно, формируется с детства. То есть что-то началось, как это прогрессировало. Может быть, это какая-то травма психическая с детства. Может быть, это действительно какая-то духовная поврежденность. Но в принципе духовная поврежденность, она лечится легко, что вы с человеком молитесь, за него молитесь. А вот этот человек, если там причащается, например, да, то тогда как бы это все само собой должно пройти. Ну, как бы, конечно, это все искренне, если это делается. Ну, а так, конечно, хочется пожелать терпения. Да, очень много. Ну, тоже, по сути, такой подвиг, по сути, такое испытание, которое может нас научить действительно настоящей любви, настоящего милосердия. Открою такие общие слова, потому что, ну, не знаю, действительно, вот этой всей ситуации. Вот, и, конечно, тут как-то хочется и поддержать, хочется и выслушать, и как-то быть полезным. Ну, вот, кроме, что вот именно помолиться за эту ситуацию, как бы тут что-то такого вполне прямо конкретного, вот, что вот именно вот у этой девочки, именно вот это, вот это и вот это действительно какая-то личная встреча, наверное. Вот, держитесь. Ну, еще что можно сказать по поводу того, что вселился бес, по поводу беснования. Ну, все-таки мы называем, в общем-то, вселением беса, это подверженность какой-либо страсти. Вот в этом смысле, если человек там алкоголит, или он там гневается, не может остановиться, либо он там, вот, деньги там им обладают, то есть какая-то такая зависимость, это уже какое-то такое обладание. То есть, именно, чтобы вот прямо реально физический человек брал бы и, не знаю, там все там крушил, ломал, и был чем-то таким одержим, какой-то такой злобой нечеловеческой, через такие исключительные случаи, вот, ну, тут это воздействие, да, в принципе, наверное, возможно. Тут можно посмотреть эти факторы, возможно, да, что кто-то там занимался в роду, там, колдовство, боли, закончил же самоубийством, или там, какое-то количество абортов большое я там совершил, потому что это те темы, которые, ну, после породы могут переходить. Ну, в принципе, человек, ребенок, он за них ответственность за эти перехи не несет, просто какое-то это повреждение, вот это, как сказать, склонность к чему-то, она может, как бы, влиять, да, и человека ломать. Ну, тоже в таких общих чертах говорю, потому что здесь, конечно, важна конкретика. Ну, да, по поводу личностей, да, ну, вам все равно виднее, наверное, да, что там происходит. Если это какое-то раздвоение, там, расстроение личности, или, да, что у человека нет какого-то определенного понятия, ну, да, это все-таки такие психические проблемы, которые, скорее всего, начались из психологических у нас. Ну, что еще сказать по существу дела, как бы, пока не знаю. Спасибо большое, отец Кирилл. Следующий вопрос очень длинный. Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, как себя вести со взрослым сыном-нарциссом? С бывшим мужем-психопатом промучилась 15 лет, смогла все-таки расстаться. Сын меня во всем поддерживал. Мы с ним всегда были друзьями. Я второй раз вышла замуж за прекрасного человека. К сыну моему он всегда относился как к родному. Вырастили, выучили, всем обеспечили материально и отдельным жильем. Всегда во всем поддерживали. Сын и мой нынешний муж очень хорошо относились друг к другу. Сейчас сыну 40. Он стал поведением своим очень напоминать биологического папу. Последние лет 10 общаются с нами через губу, в кавычках. Не приходит к нам, может не звонить месяцами. Приходим к нему в квартиру к моей маленькой внучке, которую я очень люблю. И она мне искренне радуется. Он сидит как чужой и ждет, когда мы уйдем. Все, что мы приносим, воспринимает как должное. Когда узнал, что я болею, попросила ставить на него завещание. На все, что у нас есть. После составления завещания стал вести себя еще хуже. Стал упрекать меня в том, что я когда-то ушла от его родного отца. Обидев его этим, я не знаю, что мне делать. Я люблю своего сына, и мне очень больно все это видеть и слышать. Ответьте, пожалуйста, отец Кирилл на этот вопрос. Очень серьезный вопрос, конечно, про ребенка, которому 40 лет, и который ни во что не ставит мать. То есть, ну, такие вопросы, как бы, тоже их решить очень сложно, потому что все равно же человек, он формируется в младенчество с детства. Конечно, то, что сейчас какие-то черты биологического отца, это не потому, что он там что-то вдруг взял и вспомнил. Все равно это было где-то в нем заложено. То, что ребенок, ну, до двух, до трех лет, он вот видит все, что происходит. И это как-то не то, что он это понимает, осознает, это где-то у него в сердце запечатлевается. И образ действия, образ поведения, все это в нем закладывается. Поэтому, конечно, очень важно в самом-самом маленьком возрасте ребенку ставить границы. Что-то это можно, это нельзя. А если все дозволяешь, то потом с проблемами по-любому столкнешься. То есть, что когда это получается, да, ребеночек взрослеет, вот с ним разговаривать, разговаривать не только, да, что там вкусного поел, там, какая погода, во что играл, а постепенно начинать какое-то такое воспитание духовно-нравственное, да. То есть, что, как бы, вот фильм, не знаю, там, книгу посмотреть, послушать, почитать, вот, обсудить, кто что сделал, кто сделал правильно, кто неправильно, почему. Ну, вот, чтобы человек, вот, конечно, в этом смысле развивался. То есть, конечно, непонятно, что там в детстве, как оно было, что тоже ребенок насмотрелся. Вот. Скорее всего, ноги растут именно оттуда. Вот. А сейчас вопрос, конечно, в том, все-таки человек, он способен что-то вообще слушать или нет. Потому что чем старше человек становится, тем сложнее ему меняться. Вот. Если человек, там, 15-16 лет, он с какой-то трудной ситуацией столкнулся, вот, может быть, там есть надежда, что он что-то задумается, поменяет свое поведение, хотя он был воспитан, например, в другом. Но в таком возрасте это уже, как бы, чудо. Если человек в 40 лет действительно что-то поймет, осознает, это до глубины души его пронзит, и, да, его начнет какое-то движение такое положительное. Поэтому, конечно, такие вещи очень крепкие, детско-родительские какие-то отношения, что они все равно друг друга чувствуют, дети и родители. Ну и, наверное, важно все-таки человеку, которому 40 лет, перестать относиться все-таки как к ребенку. Соглашусь здесь с отцом Кириллом полностью. Ну и возвращаясь к той мысли, что все-таки границы, важно, чтобы у ребенка были с самого детства. Да, конечно, границы надо строить. Сейчас это, может быть, уже, как бы, кажется, что и поздно. Но все-таки, да, что если человек позволяет себе, да, что-то сказать, там, что такое, да, например, про завещание, ну, как бы, может быть, конечно, без гнея, без разожжения, но, как бы, четко и жестко свою позицию озадачить, что так, так и так. Ну, что это неприемлемо, да, например, так говорить, да, с матерью, например. Ну, то есть, все равно какая-то строгость, она нужна, важна, и жалко, что у него, видимо, ее было мало в жизни, и вот он вырос таким, что, как бы, я тут главный, и, значит, вот ради моей выгоды, да, ради моих каких-то интересов все должно, так сказать, получаться. Вот это еще один момент. Другой момент, это все-таки, что понимать, что у него, как бы, семья-то другая, то есть то, что у него там внутри семьи происходит, там, с его детьми, там, с его женой, вот, что там его дети, как они там видятся, как не видятся, как часто, это все-таки уже его теперь ответственность, вот, и тут уже понятно, что туда уже влазить, как бы, не стоит, вот. То есть, все-таки, какой-то вот эта связь, которая, может быть, она и была в каком-то юношеском возрасте, все-таки, да, постараться ее все-таки наладить, да, что все-таки это отдельный человек, и все-таки, и от меня к этому строгость требуется и к себе, и к нему, вот эта граница, она должна где-то быть четко, вот, то есть, что можно, что нельзя, вот, как реагировать на такие закидоны, вот, и, да, все-таки, вот, как-то так, вот, тоже, опять-таки, общими словами, потому что, ну, очень много нюансов, может быть. То есть, любовь, в данном случае, она должна проявляться не какой-то эмоции, а не каким-то, вот, мой хороший, а, да, какими-то рамками, жесткостью, строгостью, ну, вот, да, поэтому, мне кажется, вот это и нужно делать, что эти, как-то ограничивать такие вещи, когда он делает больно, так говорить, мне сейчас больно, я не буду даже разговаривать с тобой такие темы, например. То есть, не бояться обидеть, вот, если, ну, понятно, если мы там что-то с раздражением, там, скажем, там, какое-то пожелание плохое, да, этим мы обидим, а если мы говорим, как бы, четко по делу и без лишних эмоций, то мы человека, если он обидится, там тоже его проблемы, вот, и, как бы, не бояться, что этой любви будет еще меньше, наоборот, что так, он будет понимать, хотя бы сейчас, может быть, какие-то границы. Ну, и, конечно, что, конкретно, что мы можем сделать, как бы, человека мы изменить не можем, можем как-то себя менять, как-то подталкивать, как-то вести к тому, чтобы он поменялся, ну, и за этого человека молиться, как вот в таком, ну, все равно это получается такое, как бы, ситуация уже запущенная, что если человеку 40 лет, вот, если бы это случилось, там, лет 15-20 назад, там еще как-то было больше бы шансов на это повлиять, ну, так тоже, ну, терапия, чтобы это, опять-таки, испытание пройти и понять, зачем, к чему оно может научить, и к чему какое-то отношение может измениться. Следующий вопрос. Муж имеет много признаков НРЛ, стал болеть сильно, пошел на соборование, потом на исповедь, причастие. В течение трех месяцев это был спокойный, уравновешенный человек, как будто он вырвался на какое-то время из болезненного состояния. Но наступил день, когда он проснулся другим, еще хуже, чем был. Его сущность рвало, и металлы изнутри, как будто подменили. И вместо тишины из него опять полилась злоба, которая стремилась как можно быстрее поразрушать его отношения с людьми. Зреет ли его душа, находясь в таком больном состоянии, или он потерян для собственного спасения? По поводу нарциссов, все-таки у нас Евгения Валерьевна, она, конечно, специалист больший. Но именно по поводу, как он причастился, ему лучше стало. Действительно, что Господь может чудо сделать, что и духовно мертвого человека воскресить, и испорченного как бы исцелить. Ну, это действительно чудо, которое не всегда не с каждым происходит, и от человека, с которым это должно произойти очень много, что требуется именно труда, именно какой-то искренности. Вот, то есть, если с ним это произошло чудо, ну, значит, он как-то к нему был готов, и значит, как-то у него все-таки было желание что-то делать, что-то меняться. Вот, есть такая, на самом деле, в Евангелии история, что когда человек берет, выгоняет злого духа из своего сердца, да, и если он себя ничем не наполняет, то этот злой дух, он берет еще семь злее себя и возвращается в этого человека. Бывает последнее хуже, чем первое. Немножко, конечно, недословная цитата, но, в общем, вот смысл какой. То есть, если мы заговорили все-таки о таинстве причастия, то есть о таинстве соединения со Христом, подразумевается, что мы сначала вот это все очистили, решились жизнь изменить. И потом, что самое главное, мы эту связь со Христом причастия получили и стараемся ее не терять. А практика показывает, что уже через неделю, уже через день, вот так, через два, через три, и через неделю этой связи вообще уже нет. Ну, потому что все равно мы, и всякие у нас чувства, и мысли, и желания возникают, и все равно к своей жизни обычно возвращаемся и начинаем жить снова по тем же принципам, по которым жили, или что, опять-таки, ради себя, ради своего комфорта и выгоды. И, как бы, с этим ты ничего не сделаешь, потому что, ну, вот оно тебя реально тянет. И вот это колоссальный, просто духовный труд, колоссальная духовная дисциплина, и какая-то такая регулярность. Вот, без нее это, конечно, не будет работать. То есть, человек один раз причастился, какое-то время он подержался, да, действительно, Господь ему помогал. Но это происходит не потому, что Бог, он такой, как бы, такой злой. Все, ты взялся, грешил, я от тебя отойду. Нет, на самом деле, просто это, как бы, взаимоисключающие вещи, как, да, как эти сообщающиеся сосуды. То есть, если ты все взял, вылил, и наилит туда что-то хорошее, и потом потихонечку начинаешь капать что-то плохое, ну, как бы, чисто вот это закормит, или как-то это измеришь, что начинает вымещать хорошее. И постепенно вообще полностью его вымещает. И, ну, да, это проблема, которая может быть решена только вот таким трудом. Действительно, за этим очень внимательно, пристально смотреть. Действительно, за каждую мыслью, за каждым своим взглядом, за каждым своим желанием. Целью, там, действием, словом и так далее. И тогда, вот, мы сможем себя держать. Вот, мысль пришла, мы поняли, ага, она какая-то плохая. Она не созидательная, она разрушительная, не от Бога, значит, я не буду думать. Это вот столько надо реально самообладания. И, ну, вот, своими силами это, конечно, никак. То есть, когда человек перечистился, вот, вашу заботу связь он получил. И вот, каждый день, каждый день он ее брал и скреплял с помощью молитвы, с помощью добрых дел, с помощью вот этого, как бы, само, не знаю, там, духовного какого-то анализа. Вот, и, конечно, с помощью этого причастия, что все равно она теряется. Неделя прошла, уже потерялась. Ты снова эту связь закрепил, снова причастился, снова всем покаялся, снова искренне у Бога попросил, да, что, господи, мне вообще ничего не получается без твоей помощи. Вот, я хочу, я хочу этого, вот, помоги мне. Готовишься искренне, опять искренне каешься. Может быть, это уже то же самое за неделю произошло. Вот, снова берешь, упал, снова встаешь. И вот это вот так работает. То есть, конечно, с этой точки зрения христианства, это одна из самых сложных религий, вот именно путь, который он предлагает. То есть, это реально постоянный выход из зоны комфорта, постоянный труд, постоянное владение собой. И, да, и, в принципе, это, конечно, много объясняет. То есть, человек, значит, человек не потерян. То есть, на него причастие действует так, что он действительно смог на сколько-то взять себя в руки, на сколько-то это продолжалось. Вот это хлопа и честь такого человека, который он такой способен. Далеко не каждый такой способен, тем более, что если это какая-то такая серьезная проблема. Ну, вот, поэтому по-хорошему с таким человеком, чтобы или поговорить, или кто-то, чтобы с ним поговорил, да, что если ты действительно хочешь измениться, действительно хочешь, чтобы получать от других любовь, да, дарить любовь этим другим сам, то, как бы, важно, важно не расслабляться. Вот, и один, два, десять, двадцать раз причастие не решит. Это реально просто изменение образа мыслей, изменение, да, своей души, ее очищение, причем это очищение потихоньку, помаленьку, все больше и больше. Это постепенно, постепенно, постепенно шаги к этой святости, к этой жертвенности. Вот, и, да, это очень сложно. И, ну, вот, желаю тоже силы вам и вашему супругу. Ну, и, соответственно, что потерянных людей для спасения вообще, в принципе, нет. То есть, надежда есть у всех, и у вас, как бы, надежды этой даже больше. Вот, я уже только что сказал. То есть, да, он не потерян для спасения, но если к этому прийти, да, важно какие-то цели, задачи. Какого-то человека, который бы мог по ходу дела что-то советовать, что-то подсказывать на своем ли опыте или на опыте там святых отцов, то есть, как, что теперь, как и зачем, вот, как-то мотивировать и так далее. Вот. То есть, желаю вам этой надежды. Вот, и еще последняя мысль, что, конечно, когда это изменение начинает происходить, очень важно, чтобы и не только ведомник, когда, может быть, ну, и его половина, но тоже старалась меняться. То есть, меняться всегда есть куда. Даже если особо каких-то больших проблем нет, то все равно можно всегда становиться все лучше, лучше и святей, милосернее и чище. То есть, это реально такая поддержка, то, что как раз церковь для чего есть, с чего мы начали. То есть, когда один человек начинает меняться, и ты не говоришь, а, ну, ладно, вот теперь вроде это получше, посмотрим, что дальше будет. А ты берешь его, поддерживаешь. Какой ты молодец. Я тоже, я вот постараюсь вот это сделать. Вот, ты это делаешь, а он тебе, он еще что-то сделает. Ты говоришь, вот, молодец, давай вместе будем делать, давай вместе двигаться к этой цели. И вот эта поддержка, вот, эта люлька, которой проявляется вот как раз любовь такая, если она еще осталась, она тоже очень важна в этом деле. Ничего подставить вовремя. Спасибо большое, батюшка. И я лишь одно добавлю, я думаю, что это нормально, если наши мнения могут расходиться с отцом Кириллом. И мое мнение вы всегда можете посмотреть на канале. Я уже не раз говорила причины, по которым, скорее всего, спасение для нарцисса закрыто. Я часто сравнивала их с фарисеями, которые сами не хотят спасения, сами бросают, как говорится, камни во Христа. И, понимаете, если изгнать всех, допустим, даже демонов из нарцисса, но при этом, при всем, он не будет работать над собой, то бесы снова вернутся в его душу. Поэтому я бы лично посоветовала вам все-таки не иметь так много надежды в этом плане, потому что можно потратить всю жизнь на то, чтобы спасать этого человека и при этом при всем навредить себе и своему спасению. Друзья, ну, каждый имеет право на свое мнение. У меня такое. Следующий вопрос, последний. Маменькин сыночек, похоже, нарцисс, как и мама без ответственности. Халявщик. Похоже, что лимбическая система мозга не развита. Если он строит свою жизнь без понимания, что его действия повлекут за собой ответственность, будет ли таинство венчание действительным? Ну, по поводу таинств, что венчание, что других, у нас как бы есть такие понятия, как действительность и действенность. То есть таинство, оно действительно, если оно совершилось правильно. Священник, который не в запрете, не в расколе и так далее. Вот эти слова, которые произнесены. А действенность, она зависит от самого человека. Насколько все-таки он понимает, что здесь происходит, и насколько он готов менять, потому что любое таинство подразумевает изменения. Если ты исповедь, да, что я грешил, всего трех все больше не буду. Если ты причастен, я вот жил, как хотелось, теперь вот я со Христом в месте и буду жить, как он говорит. Если ты венчание, то же самое. Я вот жил один, а теперь нас двое, и теперь мы друг за друга, друг ради друга. Я просто тебя пытаюсь забыть, чтобы вот этот человек был для меня на первом месте, и все ради него делать. То есть человек на такое не способен. Ну, конечно, самый идеальный вариант. Это, ну, понятно, что это очень сложно в современном мире. Ну, вот, не случайно, что наши там родители, там бабушки, прабабушки так жили, да, что когда мы дружим, вот, эта дружба дальше каких-то, какой-то границ тоже не заходит. Опять, мы все границы умеем ставить. И, да, и присматриваемся, что за человек. То есть, понятно, какое-то время мы влюблены. Вот, но, как бы, если уже с самого начала ты замечаешь какие-то звоночки тревожные, что вот это вот мне неприемлемо, это не смогу терпеть. Надо понимать, что человек, он, как бы, это будет проявляться, ты будешь это замечать все больше и больше. Поэтому, конечно, в идеале просто такие вещи на самом начале вычислять и понимая, да, что все-таки есть у меня силы, да, готов ли я терпеть этот человек всю жизнь и ради него что-то делать. Вот. Потому что надеюсь на то, что он возьмет и как-то чудесным образом изменится. Нет, это изменение будет тоже огромным трудом и поддержкой, ваша поддержка нужна будет в этом изменении. И не факт, что это будет получаться всегда и даже иногда. Вот. Поэтому, конечно, это венчание, оно должно стать каким-то итогом, что мы все-таки готовы. Вот сейчас вот мы все это взвесили, все решили, подошли к этому, ну, не спонтанно, а действительно у нас есть общая цель. Да, общая цель, притягивая Бога, действительно, мы на эту цель идем вместе, друг друга поддерживаем и друг другу ради него, как бы себя ставя ниже в каких-то вещах, когда надо. Вот. Если вы уже сразу видите, что этот человек, он не способен на такое, ну, то есть, получается, ну, искать дальше, видимо, или как. Если уничтожение уже совершилось, ну, да, это уже, конечно, трагедия такая. Ну, то есть, понятно, да, что в таких случаях, в случаях, если действительно какое-то расстройство личности, вот именно какая-то психическая болезнь, ну, то разрешается человеку право вступления на второй брак, но все-таки, да, что все-таки делается правильно, не торопясь, аккуратненько, без, там, измен, без какой-то торопливости. То есть, пострадавших в стороне может быть дано такое разрешение. И, соответственно, это обвенчание, оно не то, что, как бы вообще, в принципе, таинство нельзя признать абсолютно недействительным, недействительным, да, можно. А недействительность, она, как бы, да, все равно таинственного раз она всегда совершилась. То есть, иногда в народе говорят развенчивание. То есть, по факту, это все-таки не развенчивание, а разрешение тебе вступить еще в один церковный брак. Как бы тот уже становится неактуален, ну, как бы он тоже был уже совершен. И, как бы, это тоже намного больше ответственности на тебе. Ну, как-то все равно так иначе придется за это отвечать и как-то все-таки успеть, успеть измениться, исправиться, да, чтобы второй шанс действительно был, как бы, более удачным, да, более успешным, как бы получилось потрудиться. Вот, как-то так. Большое спасибо, отец Кирилл, за то, что уделили нам так много времени. Сегодня мы ответили на все вопросы, никого не оставили, как говорится, в обиде. И хочу пожелать вам всем мира в душе. Оставайтесь здесь на канале, будем дальше освещать важные темы, и духовные, и по психологии. Всем хорошего настроения. Друзья, особенно те, которые сегодня услышали ответы на свои вопросы, не забудьте в комментариях поблагодарить отца Кирилла. Будем благодарными людьми, чтобы батюшка не прощался с нашим каналом, чтобы, может, когда-нибудь снова он поотвечал на ваши вопросы. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»